Великий пост – это главное многодневное событие, установленное в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Основной целью воздержания является подготовка к празднованию священного праздника Пасхи. В этом году пост начался с 27 февраля по 15 апреля включительно. Отметим, что православные христиане готовятся к посту предварительно. Христиане также при наступлении поста, даже еще за неделю до начала поста, есть такой период, который называется масленичная неделя, мы уже не вкушаем мясо, а с начала поста мы отказываемся и от мясных, и от молочных продуктов, и яиц, но от всех продуктов так называемых животного происхождения. Во время Великого поста продуктами питания являются соление и варенье из овощей и фруктов, бобы, орехи, сухофрукты и многое другое. В первую неделю стоит придерживаться строгого поста. В первый день необходимо полностью воздержаться от принятия пищи, а также в данный период нужно ограничить себя не только в употреблении определенных продуктов питания, но и наладить отношения со своим духовным и окружающим миром. Настоящий пост, и нас учит этому церковь, это воздержание. Воздержание не только в пище, но и, как говорят святые отцы, воздержание языка, ума и чувств. Пост — это время, когда человек должен внутренне собраться и подумать о себе, о своей жизни, о своих отношениях с окружающими, о своей душе. В это время нужно совершать как можно больше добрых дел. Каждому верующему христианину стоит посещать в эти дни церковь и усердно молиться для того, чтобы приблизиться к Богу. По словам настоятеля храма Казанской иконы Божьей Матери города Каспийска и романаха Иоанна, с первого дня начала поста православная часть населения нашего города посещает храм для совершения богослужения. Вот сейчас идет первая неделя Великого поста, и богослужения, они кардинально отличаются от богослужений, которые вне поста мы совершаем. Они более продолжительные, они монотонные, большое количество поклонов земных, поясных, молитв покаянных. И церковь именно так, через богослужения, через чтение текстов богослужебных, текстов из священного писания. После завершения поста стоит соблюдать осторожность в период пасхального разговения. Не стоит налегать на яйца и мясные продукты, так как это является большой нагрузкой для организма и может привести к возникновению или обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Асияту Малатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.